здравствуйте друзья здесь демитков юрий ну прежде чем продолжить следующее видео посмотрите пожалуйста вот такой материал который сейчас будет для того чтобы у были денежки нужно чтобы ты понимала откуда они смогут тебе прийти все компании работают по своим уникальным принципам здесь мы можем узнать как менялась стоимость компании а еще посмотреть оценку и рекомендации от взрослых умных дядей и тетей но united traders всегда поможет тебе определиться с выбором мой папа научил меня финансовой грамотности и работе с инвестициями и это лучшее что он мог мне оставить присоединяйся к платформе найти трейдер сегодня и оставь детям уверенное будущее это рекламный материал компании united traders что такое united traders сейчас я поясню но смотрите у меня канал который посвящен инвестициям и созданию источников пассивного дохода и в основном я рассказываю о том что ну проще всего это сделать на фондовом рынке и на самом деле доходность даже выше ну чем в любых других областях например в недвижимости но смотрите какая штука когда мы на фондовом рынке покупаем акции то они котируются на бирже туда-сюда туда-сюда и у меня люди спрашивали иногда как покупать акции на айпио что такое айпио айпио это когда вот компания еще не была на бирже и она вдруг собирается выйти вывести свои акции на биржу как это происходит компания заключает договор с какой-то инвестиционной крупной организации которая занимается размещением и организации айпио для того чтобы акции вышли на биржу чтобы они были включены в листинг компания публикует свои аудиторские отчеты там минимум по моему из двух или трех ведущих аудиторских компаний и по этим отчетам можно посмотреть примерно да и публикуется количество акций которые собираются размещаться на бирже и имея вот эти вот балансовые отчеты можно посмотреть приблизительно сколько же будут стоить акции это фундаментальный анализ но акции на бирже еще не выпускаются и когда акции выпускаются на биржу идет так называемый предварительный аукцион перед выходом их в свободный режим и можно купить вот эти акции на предварительном аукционе это и есть айпио это покупка акций на айпио их еще не появилось на бирже в продаже еще нет а мы уже можем купить и вот это является одним из в общем то серьезных направлений тоже в инвестировании то есть как купить акции по дешевке на самом деле ну не по дешевке а и даже не на распродаже а еще не появились они еще в дефиците как бы а вы покупаете эксклюзивный товар но на самом деле а это тоже очень серьезная область деятельности и акции можно купить ну на этом деле можно немножечко и пролететь там есть свои риски а можно очень здорово заработать и ну предыдущие годы очень много на этом зарабатывали денег очень многие и говорят что вот это вот тема шикарная в чем там риски смотрите ну когда компания выходит на айпио естественно значит публикуется все эти данные и многочисленные эксперты предлагают там какие-то мнения сколько будет стоить вот эти акции и там они стараются вздуть вот эту вот цену за акции с одной стороны а с другой стороны люди которые инвесторы они сидят и смотрят и думают блин а что за фигня такая а надо ли их брать вот и короче говоря вот идет вот это вот ну как бы с одной стороны их усиленно рекламируют берите берите потому что если будет маленький спрос то в общем то цена будет низкая в результате но если перебрать то цена будет слишком высокой если слишком много желающих будет и вот как правило а люди зарабатывают на этом ну процентов тридцать тридцать пять за ну где то полгода вот так в чем фишка в том что те акции которые куплены на предварительном аукционе нельзя продавать в течение трех месяцев вот в этом есть некоторая загвоздка то есть если они окажутся переоценены то они переоценены то есть они они уже куплены и вот если они куплены на аукционе вот на этом то их можно продать не сразу а через три месяца аукционы а те которые на бирже можно продать сразу это с одной стороны с другой стороны те кто покупает их на бирже они могут купить их сразу ну как правило это сильно сильно дороже и примеров удачных IPO ну на самом деле значительно больше чем неудачных что значит удачное IPO удачное IPO это значит что сразу после объявления открытой продажи цена акций взлетает вот что такое поэтому смотрите для того чтобы успешно сыграть на IPO на предварительной покупке надо очень внимательно отследить вот это вот фундаментальные показатели акций и оценить вырастут они в результате IPO или нет вот такое такой бизнес и как это сделать ну вот на самом деле компания United Traders и специализируется на том что она проводит анализ вот этого этих данных бухгалтерских отчетов и они делают прогноз о том что акции после IPO должны вырасти и справедливая цена акций вот такая 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 и компания United Traders создала очень прекрасный сервис и там прямо список ближайших IPO и они значит говорят что вот акции если вы вложите деньги свои в ну если вы хотите купить на предварительном аукционе то потенциальная доходность здесь там 20 процентов здесь 30 процентов здесь 40 процентов здесь процентов 10 вот скорее всего а тут вообще значит ну наверное не стоит вот прямо вот шикарный сервис на самом деле и я знаю людей которые пользуются этим делом и очень даже довольны говорят что ну ошибок бывает мало в чем интерес компании United Traders ну конечно она получает свои комиссионные и и поэтому она как раз старается их получить то есть она старается предложить вам что лучшие варианты потому что если вы выбираете если вы зарабатываете то вы говорите что компания хорошая и вы вкладываете еще больше 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 и таким образом вы зарабатываете и компания United Traders зарабатывает поэтому но я давно искал эту компанию на самом деле я узнавал вот как же моя знакомая на этом зарабатывает она мне сказала но я пока еще честно говоря не вникал не занимался а вот сейчас только планирую начать я думаю что это не последнее мое видео на тему United Traders поэтому напишите пожалуйста интересует вас заработок на IPO или нет и вообще какие вопросы я думаю что вопросы будут ну какие там компании ну в основном я так понимаю что американские компании потому что чаще всего IPO конечно же происходит в Америке и ну и там более доступной информации и более подробно у нас в этом году планируется я читал в районе 30 IPO вот ну будут они или нет я не знаю но планируется но ближайшие насколько я помню там Яндекс такси Яндекс лавка вроде бы там что-то собирается на IPO выходить ну что-то еще вот такая информация на сегодня все спасибо за внимание оставайтесь на моем канале сейчас лайк подписка и до встречи с вами был Демитков Юрий